всем привет на моем канале это опять я нарисовалась у меня проблемы с этой духовочкой вот жду обещал электрик прийти но тут уже девятый час я все-таки думаю может приедет говорил 8 часов посмотрит может быть спираль заменит но прозвонит что там или прозвонит что там случилось или спираль перегорела или может быть редуктор или капом который поворачивается уже не стала готовить не творожок свеженький принесли я творожок с вареньем поела не хочу ничего варить пока приедет не приедет я маленько тут потарахчу вот эта проблема так проблема я же стряпуха я же хочу постряпать себя занять чем-то духовка вот не подвела не сама виновата надо было и отдых не надавать походила по магазинам посмотрела решила если не отремонтирую то значит куплю духовку которая подвигается под панель рядом поставлю с плитой потому что у этой плиты варить на ней можно духовка сгорела вот стране будет стоять духовка а если тут вверх перегорит у этой то тогда панель покупать надо и на ту духовку стоит только так потому что если я опять куплю такую же совмещенную духовку с плитой то опять что-нибудь из строя выйдет и надо то одно сгорело второе заменить вот спросили какая марка я не читала какая марка сейчас прочитала электроник делюкс и продукт совместного производства так тоже за что отвечает польша электрокомфорки германия переключатели и испания не знаю за что не видно ну я думаю что это так просто этикетка наклеена и на что они там не совместно это никакое производство мне кажется это ерунда все она наклеена такая бумажка то это несерьезная бумажка чего я ее раньше не содрала что-то надо было ее содрать и все она не сдирается хорошо видимо от температуры клейкая бумажечка обыкновенная бумажка вот взялась я отдирать когда вышла сюда на запись хотела вам показать мне сказали в магазине что это ерунда если вы действительно тут столько стран участвовали в изготовлении этой плиты она намного дороже бы стоила вот такая приклеена была бумажка вот такая сбоку была приклеена бумажка написана продукт совместного производства можно подумать польша испания германия оторвала наконец-то что я раньше не отрывала стояла до стояла так что вот да и надо маленько на кухне ревизию сделать машинку стиральную выбросить надо она еще такая подключенная горячей воде я и не пользуюсь как привезла и она стоит вот ну руки ж надо силу чтобы выкинуть потом перегоревшая еще плита у меня стоит тут такая мечта с духовкой тоже сгорела вот это все вытянуть надо заказала машину грузчиков прибрать маленько надо что-то я не обращала внимания стоят да стоят ну не знаю вот приедет не приедет вот у меня сегодня проблема какая поговорим поговорим любовь растаяла как дым и снова с голосом твоим поговорим 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 проблем много разговоров конечно но время я же могу час сидеть тарахтеть и так только села уже столько минут прошло ну вот ничего не сказала уже 7 минут прошло даже больше у нас тает все плюс 5 ну ветерок конечно вот что ветер проблемы проблемы все жалуются на этот грипп много детей температуре лежит и не сбивается температура вот у моей сотрудницы также внучка болеет ой страшное дело переживаешь за детей вот откуда это что берется морозов нет и эти вирусы эти бактерии живут припеваючи если бы конечно морозы ударили бы были вот как раньше зимы были какие холодные зимы были под 40 градусов туман туман нас на дальнем востоке амурская область туман ребенка везешь и не видно в пяти метрах садик как вспомнишь а сейчас двадцать двадцать три это самое много двадцать пять тридцать я уже давно не это не видела вот поэтому оно все я жила вот эта вся зараза ничего не убивается летом расплодится а потом вот капает вот не зря же вот это все капель капель капели люди все еще и раскрываются жарко же идешь оденешься по зимнему а при ходьбе распокоишься и готов так же дети где-то это про сквозь маленько сквозанет идут домой и все и хватило такие вот сейчас зимы были а мы в детстве вообще не болели я помню ангина была у меня как-то но так чтобы вот прямо вот как вот сейчас дети мы не болели так а катались у нас горка такая была построена деревянная залита водой у нас во дворе ой катаешься придешь аж брякают штаны до того где заскорузли и другой раз и носки в валенках остаются это считай хлопали этим валенками там в воздух попадал ну я вот сейчас представляю считай с голыми ногами ну не с голыми но туда воздух то сейчас бы запаковал да натянул да еще б носки а и катались и бегали и носились и не знаю здоровее дети были закаляться надо я помню свою дочь конечно вот сама же кутала кутала и шубейку и одеяло и и еще там что-то и повяжешь привесешь она мокренькая вся вот не знала кажется вот где-то подстынет вот где-то чтоб не холодно чтоб не холодно вот она у меня вот где-то год и два месяца пневмонию подхватила ой было из больницы мы с мамой мама вызвала из больницы ее украли когда положили год и два меня туда не пускали даже показываться нельзя потому что дети плачут а я заглянула она бедно стоит в этом манеже ой господи не мытая не чищенная кажется голодная пищат все и мне тут ее как-то дали все-таки и я принесла вот год и два я был у нее зубки все были я принесла ей пельмени домашних немножечко сделано и она их так ела так ела прямо не жуя прям ручкой брала и ела ой я так ревела я так ревела а одежду же домой унесли шубейку все и я маме пишу мама приехала мы пришли забрали взяли ее вроде бы ну посидеть выдавали уже там в комнату а я с одеждой пришла мы с мамой ее одели и унесли украли ну вынесут нормальная вроде бы не температура ее же видать колят она и нет температуры а домой привезли а у нее тридцать девять тридцать девять до сорока ой мы всю ночь скорую два раза вызывали а скорая ругается это да строго как-то было и отказ а скорую вызвать надо бегать на телефон куда-то там в производство ой боже мой стучишься ночью там к сторожу там у нас рядом был материальный склад ой боже мой они говорят вы забрали ребенка вот отвечаете за него мы давай одевать на утро ее скорее и назад приперли ой как вспомнишь а уже сына уже уже не лежала на больнице как-то обошлось как-то все я уже вот в молодости она сейчас может быть и погромотнее эти мамаши мы как вспомню что-то особо никто нас не это свекровка ничего не знала она тоже так растила их как-то четверо детей было один за одним она уже и не помнила как они что росли да росли никто не болел у нее а вот этот вирус конечно страшное дело не дай бог никому правда это не правда я пришла в магазин сок да эти яблоки мандарины брала там армянин или ну такой бородатый такой вот я говорю у тебя китайское все что вы с этим вирусом это это специально все это коррупция специально 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 мы боимся и это перец уже стал пятьсот рублей свежий был двести чем-то стал пятьсот ну да сейчас нету завоза и то что осталось старается нагнать берем надо и берем вот тут правда не поймешь то ли это спец ну как специально когда вывозят люди фотографируют же корреспондент все видео снимают не знаю как специально можно не знаю конечно если это не так говорят искусственно его как-то занесли ох сейчас химия продвинута чего только нет боже мой не знаю один человек говорил вот было раньше сжигали этих ученых на костре правильно делали чтобы они не лезли в эту науку ничего не открывали а то и космос прибороздили и химия это и все с ничего делают продукты а так бы сели пшеницу мололи лепешки пекли там у кого коза пошли подоили свое молоко и жили здоровые были какие сейчас же все чахлые все с этой колбасой там неизвестно что в этой колбасе правда что вот и говорили вот и правильно этих в чем на жгли на костре скажут же вообще вот но это уже не остановишь прогресс не остановишь ну никого нет никто значит не придет нечего ждать телевизор не хочу включать прям не знаю я как посмотрю там что творится это вообще ой сейчас думаю опять то там горит то там взрывается дом то и сижу и вот я замечала когда показывают такие вот новости я вот так вот сожмусь сожмусь слушай да что же я плечи все опять расправились только что не такой показывает я опять сожмусь ну это ж на нервную систему это ж плохо ну вот как без этого раньше не показывали никаких таких в происшествии не самолеты и самолеты падали и постарались не показать но все хорошо но все хорошо так же все и тонули корабли и поезда сходили средства никакой информации не давали людей не травмировали сейчас страшное дело вот этот вот еще как-то был в Тайване или где или во Вьетнаме ну в общем там где там в Азии тайфун то этот был или как смерчка накрыл то людей на пляже ой страшно показывали кто снимал интересно прям бежит человек его накрывает накрывает и там мужчина писали звонил жене и жена ему звонила вот с этого курорта с побережья а он там дома работал в городе где-то далеко ну в России и в этот момент накрыла ее вот волной она кричала волна волна идет и все и больше потом не знаю нашли не нашли она с дочкой отдыхала а он был в России ой страшное делает что-то еще и вас напрягают даже голова в голове застучала сразу видишь как сама значит я не хочу слушать а вам так преподаю это ой поговорим любовь растаяла как дым и снова с голосом двоим поговорим ла 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 поговорим кривляюсь как обезьяна ладно заканчивать ну ладно сколько можно всего хорошего всем хочу что бы все были добрее в этом мире Если мы все будем немножечко добрее, мы же сами себя осчастливим. Человек, который нервный и на ком-то срывает злобу или свое настроение, он несчастный по сути. И кто-то его в жизни обидел. Он даже сам этого не знает. Счастливый человек никогда не будет никого обижать. У него не до этого. У него хорошо на душе. Ну и зависть, это вот порог такой страшный, зависть. Даже бывает и нечему завидовать, если человек завидует. Ну, ну зачем так? Ну послушайте меня, ну зачем так? Кто-то что-то снимает, он старается. Плохо так, что матом ругаются. Кто-то, кто снимает, допускает вот эту нецензурщину. Вот можно ему и замечание сделать. Тоже не в ответ такими же крупными словами. А вот, ну да, на это уже можно сказать. Ну, ты маленько, ты же выпускаешь. Почему допускают? Вот значит, песни нельзя чьи-то петь. Запрещено. А нецензурные слова, запросто ненормативную лексику даже не запрещают. А почему так, не знаю. Все бы убирали бы это видео. И человек так дисциплинировался. Но американцам все равно. Чем мы хуже, тем лучше. Чем бы они за нас переживали. Чтоб они нас воспитывали. Пусть каждый ругается. Ну, ладно, хватит. Время-то уже, слава Богу, ой, наговорила. На камеру, конечно, она у меня молчит. Это телефон говорит. Места мало. А камера может записывать хоть сколько. Ну, такую болтовню ж не будешь надолго записывать. Всем пока. Любым. Мои хорошие, мои любимые. У меня так нравится украинский язык. Он у них такой прям вот льется рекой. Прям. У нас как-то корявий язык. Я вот прям вот украинский язык слушаю. На русском, кто записывает, не так совсем интересно. Я не столько там, что показываю, а вот прислушиваюсь к говору. Ну, ладно, хватит. Любым и хорошим. Всего хорошего. Всем здоровья, всем успехов. Кто в Ютубе хочет успех иметь, дай Бог, чтобы у них получилось. Может, для кого-то такая цель. Ну, и всем добра, здоровья. Чтобы никакой вирус никого не настиг. Чтобы все было хорошо. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...